Музыка Смотри, ты гладишь руку вместе с... Теперь есть аккорд на это, пам. Да, Лин? Вот рука кладётся, а нога идёт. Ну, конечно, хотелось бы, конечно, больше выходить и готовить ведущих партий. И хотелось бы, чтобы знаковой партией в моей биографии стал балет «Лебединое озеро». У меня все партии жизни — это только балеты Григоровича и только самые лучшие. Например, «Спартак», «Абдурахман» из балета «Раймонда», «Золотом веке Яшка». Эти интервью записаны несколько месяцев назад. Минувшим летом мы снимали документальные фильмы о молодых и талантливых артистах Большого. Тогда руководство театра в качестве героев порекомендовало нам снять Анжелину Воронцову и Павла Дмитриченко. Мы были на репетиции, ребята танцевали «Корсар», а потом долго разговаривали о русском балете и судьбе молодых людей в нём. Цикл, в рамках которого снимался специальный репортаж, назывался «Мир возможностей». И действительно, глядя на эту пару, только одно могло прийти на ум — сколько перед ними возможностей, сколько у них впереди ролей и спектаклей, в каком удивительном мире искусства они живут. И меньше всего я могла предположить тогда, да и сейчас неохотно верится, что архивы придётся поднимать по такому поводу. В общем, мы с ним никогда не выходили на сцену, никогда не танцевали. И вот я говорю, мы всего второй раз вместе встали в пару. И, конечно, мы ещё притираемся друг к другу, потому что для репетиционного процесса вторая репетиция — это только самое-самое начало. Вот такими Павел и Анжелина предстали перед нами семь месяцев назад — улыбчивыми, искренними, увлечёнными танцем и друг другом. Что произошло за это время или чего мы тогда не заметили? Я не увлекался балетом. Я любил футбол, хотел попасть либо в хоккейную команду, либо в футбольную. Меня мама отвела в училище балетное, сказала, я тебе куплю шоколадку «Марс», а тогда только-только появился «Марс». А ты, говорит, сделай то, что тебя попросит. Вот я пришёл, попрыгал, носочки вытянул, и в итоге я не по своей воле попал в училище, в балетное. Балетную судьбу мальчику выбрали родители — солисты ансамбля Игоря Моисеева. Дмитриченко учился хорошо, но с неохотой. Из танцкласса бежал на футбол и даже попав в большое, не планировал долго оставаться на сцене. Свой первый выход в балете «Чаполина» Дмитриченко вспоминал со смехом. Детский балет. Я тогда очень ответственно отнёсся к этому балету. Я прям прочитал всё либрето, всю историю этой сказки изучил. О, Анжелине, мне надо ржать. Мне даже снилось, реально, там, все движения, которые… А сейчас я понимаю, конечно, это, ну, такой балет не настолько серьёзный, насколько я в тот момент к нему относился. Я думал, там, год поработаю в Башен-театре, займусь чем-нибудь другим. И потом как-то операции у меня было много, травм было много. То есть я вот за всю свою жизнь сделал достаточно много операций на ноги. А операции — это заново нужно ходить. Я думал, нахрен мне это всё надо, этот балет. Аппетит пришёл во время еды. Дмитриченко заметил Юрий Григорович и дал начинающему артисту кардебалета главную партию в «Золотом веке» Шостаковича. Это была партия Яшки — «Бандита». Паша танцовщик неординарный, с великолепными данными. И надо это как-то, на мой взгляд, больше использовать, попытаться его ввести на другой уровень. И Паше удалось подняться на следующую ступень. К 29 годам для балетного это пик и половина карьеры Дмитриченко станцевал несколько ключевых партий. Спартак, Абдрахман в Раймонде, Злой Гений в Лебедином озере, Хозеф Кармен Суити, Тибальт в Ромео и Джульетти и Ганс в Жизель. А минувшей осенью успешно дебютировал в роли Ивана Грозного в балете Прокофьева. Он очень хороший Спартак, очень хороший Спартак. Но вот Иван Грозный, мне кажется, может стать для него партией, партией жизни, как я называю. Потому что это очень яркая, самобытная партия. Нужен и драматический талант, и физика незаурядная. Так что дай ему Бог, как говорится, в этих начинаниях. Начинания возлюбленной Павла Анжелины Воронцовой складывались еще удачнее. После окончания, с отличием Московской академии хореографии, она уже три сезона отслужила в Большом театре под руководством и покровительством премьера Николая Цискоридзе. С одаренной девочкой из Воронежа его познакомила сама Екатерина Максимова. Они впервые встретились на конкурсе «Арабеск» в Перми, где Анжелина завоевала Гран-при. И она мне сказала, что, Коль, вот приди в такой-то день, появилась очень хорошая девочка, она из Воронежа, я хочу, чтобы, ну вот, ты походатайствовал тоже, чтобы ее взяли в училище Московское, а потом взяли в Большой театр. Я подошла к нему сфотографироваться, потому что звезда мирового масштаба, мне это было очень, как бы, значимо, то, что он присутствовал на этом конкурсе. И он мне сказал то, что, девочка, тебе нужно учиться в Московской академии хореографии. Максимова присмотрела одаренную танцовщицу для себя, но не успела передать юной балерине свое мастерство. После смерти Максимова и Цискоридзе предложил Анжелине стать его единственной ученицей. Больше были удивлены другие и артисты, и трупы, и педагоги, потому что, как бы, педагог-мужчина, и ученица, и девушка, это, как бы, такое нечто нетрадиционное в театре. Но у нас с ним настолько доверительная работа, настолько доверительные отношения, и он настолько является профессионалом и в женском танце, и в мужском, что тут, как бы, никаких преград не существовало. Есть версия, что в Москву Анжелине помог перебраться Сергей Филин. Именно ее он хотел видеть на подмостках музыкального театра Станиславского, худруком которого тогда являлся. Но Воронцова решила делать карьеру в большом. Дело в том, что она пришла уже в театр с тремя золотыми медалями. Три золотые медали. И, конечно, ей сразу дали роли. У нее большой сольный репертуар, причем, что такой, не просто сольный, а балеринский, где она исполняет главные самые роли. Конечно, хотелось бы больше всегда. Нельзя сказать, что Воронцова обделяли партиями. Девушке еще не исполнилось и двадцати, а на ее счету было не менее десятка ролей второго и первого планов. А партию Адетты Адилии, ту самую, в которой якобы отказал молодой солист Кефилин, Анжелина неоднократно танцевала в концертах. Но даже педагог-репетитор балерины говорит, что всему свое время. Плод должен дозреть. Мы все через это проходили, и это обязательная программа. У нас готово «Лебединое озеро», которое нам, к сожалению, пока не дают, хотя она исполняет в концертах блистательно. Черное ПДД. Причем, что, знаете, в каждой арии, допустим, оперной, есть ноты, которые обязательны. Но также и в каждом балетном исполнении есть верхние ноты, так скажем, которые очень сложно исполнить. Вот Лина, могу смело сказать, делает самый сложный вариант, который есть вот в «Лебедином озере». И делает это очень виртуозно. У меня третий сезон заканчивается, и как бы это уже такой достаточно хороший старт. И после этих трех сезонов нужно уже, конечно, еще больше набирать репертуара, чтобы дальше это вылилось в какую-то большую карьеру, которую я мечтаю, в принципе, как и все начинающие танцовщицы. Я организовал данное нападение, но не в той мере, в которой оно произошло. Павла Дмитриченко задержали 6 марта. Он сознался в организации покушения на Сергея Филина. Причина – балетмейстер якобы отказался ставить Анжелину Воронцову на ключевые роли. Предполагаемый исполнитель преступления Юрий Заруцкий – плотный мужчина в кожаной куртке с татуировками на руках. Я отказываюсь говорить. Что вы слышали? Я отказываюсь говорить. Андрей Липатов, по данным полиции, подвез Заруцкого к дому Филина. Как все происходило, он ничего такого не видел. Просто подвез, ожидал и уез. Покушение на Сергея Филина назвать полностью раскрытым нельзя. И следствие, и адвокат худрука балета Большого театра уверены, что роли, которые сыграли Дмитриченко и Воронцова в этой трагедии, не были главными. Круг подозреваемых гораздо шире, а романтическая история борьбы за партии и благополучие любимой – не основная сюжетная линия. Ясно одно – фамилии Воронцова и Дмитриченко отныне будут ассоциировать не с высоким искусством, а с низкими закулисными разборками. Я счастлив. Ура! Тебя мы как в титрах пишем? Солист Большого театра тоже, да? Да, первый солист. Первый солист. Да, первый солист. В основном и знаке преподавации. Первый солист Большого театра. И чем-то еще надо пишем? Будущий художественный руководитель Большого театра. Так. Вот, все. Все. Пока достаточно. Мы же с вами не последний раз увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова